Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, вот и закончился торговый май. Сегодня будем подводить его итоги. Как вы видите, у меня в портфеле на сегодня 1 миллион 223 тысячи 351 рубль. У меня в мае было приличное пополнение, но я его в качестве профита, разумеется, не учитываю. Чистый доход, пассивный доход составил 14 346 рублей. Ну, результат слабенький, будем откровенны. Ничего особенного, ничего такого суперфантастического. Но многие вообще думали, что май-то будет минусовый. Нет, по факту я закрыл его в плюс, в неплохой плюс. Ну, что в этом месяце? В этом месяце валюта и американские бумаги топтались на месте и никакого выхлопа вообще не дали. Даже немножко ушли в минус по совокупности криптовалюты. Очень сильно грохнулись. Тоже немножко убыток у меня. Но вот российские бумаги были в неплохом плюсе. Вот они, собственно, всю картину и вытянули. Короче, друзья, в целом неплохо, но есть к чему стремиться. Ну, а сегодня, как обычно, полистаем любопытные новости. Посмотрим на российские, на американские рынки. Посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина. Разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня. Ну и, разумеется, покопаемся в четырех моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера Открытия. Там у меня российские активы. У меня два брокерских счета в Тинькофф. На ИС американские акции. На обычном брокерском счете валютные фонды. Ну и есть криптокошелек на бирже Binance. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за этот видос. Спасибо огромное. Погнали. Ну, друзья, очень такая медийная важная новость. Это, конечно же, слова Белоусова про металлургию, про то, что они нахлобучили бюджет, о том, что с металлургов в ближайшее время налогами хотят забрать очень много денег. Я даже эту тему вынес в отдельный ролик. Я его уже сделал. Завтра в 8 утра он у меня на канале появится. Тема очень и очень любопытная. Даже не только с точки зрения экономики, а с точки зрения такой государственной психологии отношения к российскому бизнесу. Там я довольно абстрактно обо всем этом рассуждаю. Ну и, конечно же, рассуждаю о перспективах российских металлургических компаний. В этой связи завтра, кому интересно, утром смотрите. Также, кто не в курсе, почему сегодня торгуется Америка, дело в том, что они празднуют день поминовения или день памяти. В этот день они напоминают всех военнослужащих, кто погиб за время всех войн, которые когда-либо вели Соединенные Штаты Америки. Вот поэтому, друзья, сегодня Америка отдыхает. Сейчас будет просто капец как инновационно. Друзья, наметилась очень большая перестройка почты России. Они хотят построить что-то такое современное, невероятное, модное. И это просто планов громадьё, как говорится. Сегодня очень много тоже об этом пишут и говорят. Я периодически на почту захаживаю. Ну, с Али там что-то приходит периодически с Китая. Вот зайду, смотрю. Ну, что надо признать, констатировать? Первое, действительно, отделения стали поприятнее. Очередей стало меньше. Но что меня очень сильно смешит, это вот ты стоишь в очереди получить какое-то письмо там или какой-то конверт. И рядом тут же какие-то банки-тушонки, хлеб они там продают, там просто анакомы какие-то, вермишель. Это так забавно, впаривают лотерейки тебе. И какие-то бабушки рядом с тобой, стоя в очереди, всё это активно покупают. Так вот, друзья, Почта России введёт форматы отделений по франшизе и почтальон на дому в рамках обновлённой стратегии. Почта России намерена трансформировать свою сеть которая состоит из более 40 тысяч отделений. Компания хочет запустить точки по франшизе и перевести часть почтальонов на дом. Эта структура крупнейшая розничная сеть в стране. Однако до 25% отделений считается планово убыточными. Мы не планируем сокращать количество точек присутствия. Наоборот, у нас обратная задача их увеличить и через формат франшизы, почтальона на дому, пункта выдачи заказов, постаматов. Мы не будем массово закрывать отделения. У нас нет и не было таких планов. Мы прекрасно понимаем, что внутри компании мы отделение субсидируем и это будет давить на наш финансовый результат. Но это часть нашей миссии присутствовать там, где кроме нас никто присутствовать не может и не будет. Речь идёт, разумеется, о каких-то маленьких деревнях, посёлках, где почта – это центр этого населённого пункта. Посмотрим, что получится. Очень любопытно. Сегодня опять читаю о том, что Россия готовится к отключению от SWIFT. Дыма без огня не бывает. Вот Лавров сегодня сказал, я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться, но он выразил уверенность, что российское правительство и Банк России уже разрабатывают возможные решения, если страну отключат от международных платёжных систем. Вот так, друзья, если мы к этому готовимся, значит, где-то какие-то слухи об этом идут. Друзья, кто из вас уже купался? Напишите в комментариях. Вот мужчина слева уже искупался в прохладной водичке, покатался на яхте, пообщался со своим старым приятелем, ну и вполне возможно даже договорился получить энное количество миллиардов рублей на поддержание своего режима. Ну и всё это как-то подчёркнуто откровенно. Вот смотрите, какие мы хорошие друзья. Ну что, встреча прошла, друзья, и не знаю, мне кажется, вот это сближение ничего хорошего нам не принесёт. Ну и в субботу определился финалист, точнее победитель Лиги Чемпионов, им стал Челси. Мы смотрели с ребятами этот финал, собрались в барчике, там большой компанией, человек 15. Ну, скажу так, финал был так себе, но посидели круто, и эмоции спортбара, они фантастические, когда ты смотришь футбол в компании людей, ещё к тому же пьяненьких, это очень и очень забавно. Погнали на рынки. Итак, ну в России сегодня такой небольшой негатив. Индекс РТС в минусе на 0,22%, индекс Мосбиржи теряет 0,12%, прибавляет CSI 300, это китайский индекс. Я, кстати, заметил сегодня китайская ETF в хорошем плюсе по индексу плюс 0,2. Много что в минусе, в минусе Австралия, в минусе Япония, минус почти процента Германия, Франция. Футси 100 плюс 0,35, ну а Америка, как мы только что проговорили, сегодня отдыхает. На товарных рынках всё замечательно, всё абсолютно в зелёной зоне. Золото плюс 0,03% и бренд плюс 1,41, 69,68 дают за баррель. И мы помним, что завтра будет встреча ОПЕК, в преддверии которой данный оптимизм, видимо, и наблюдается. Рубль сегодня немножко слабее, доллар подрастает на 0,21, евро на 0,22, за доллар дают 73,34, за евро 89,43. По криптовалютам небольшой плюс, хедлайнер биткоин плюс 1,54%, 36 594 доллара за монету. Что касается индекса московской биржи, лучшая бумага дня это Русгидро плюс 3,2, на втором месте Алроса плюс 2,2 и в пятёрке Дветатнефти и Петропавловск плюс 2%. Аутсайдеры, Детский мир, Газпром, АФК-система и смотрите, друзья, вроде как два металлургических компаний. Конечно, это частично можно связать с заявлением Белоусова, с нахлобучиванием и так далее. Но, друзья, кто из вас не в курсе, могу вам сказать, что по обоим бумагам и по Норникелю и по Северстали сегодня дивидендные гэпы, у них отсечка была 28 числа. Поэтому объяснимо это в том числе и гэпами, причём в значительно большей степени. А вот что очень сильно удивляет, так это Мечил, смотрите, как раз металлургия, привилегированные акции плюс 6,36 и это лучшая бумага сегодня. В лидерах Реск, Фикс Прайс, Окей, Мультисистема, Квадро и Росгрейн. Ну, давайте сегодня с Мечилом тогда и познакомимся. Любопытно, почему так случилось. Ну, видите, вот он уже на второе перескочил. Но всё равно, тем не менее, Мечил мне интересен. За месяц по нему плюс 48, за год всего лишь плюс 47. А вот за три года, ну, точнее, не всего лишь, да, за 47 за год это круто, говорился я. А вот за три года минус 16. Это, конечно, плохо. Давайте посмотрим, как так вышло. Так, привилегированный Мечил, тикер MTLRP, 113 рублей 65 копеек стоит акция и сегодня плюс 6 рублей 70 копеек. Цена доход по Мечилу 6,9, это по отрасли очень мало. То есть Северстали и НЛМК, я помню, я их брал, это было когда, недели две, да, я их брал где-то на ПЕ-12. Дивиденды 17%, ну, что-то слабо в это верится. Сейчас попробуем в приложении брокера уточнить. Теханализ на месяц активно покупать. Скользящие средние 11 к 1, технические 6 к 2 за покупку. Вот график Мечила за месяц, плюс 46,62, за полгода плюс 61,8. Годовой график, ну, так себе, да, можно сказать, что такие разные фазы какие-то. Видела бумага. В июне 20-го началась коррекция, до октября 20-го года потом бумага росла. Росла вполне себе так ровно. И вот она полетела после майских праздников, после 12-го мая. Резкий взлет по Мечилу. Общий график ужасен. За 10 лет, видите, когда-то акция стоила даже более 430 рублей. Но потом падала до 34, друзья. В 10 раз был обвал по Мечилу. Ну, и вот сейчас, так вот, если на этот график глядеть, то фаза, в общем-то, такая, какая-то нисходящая. В целом, Мечил, основанная в третьем году, предприятие одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине. Так, производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке от добычи сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. Показатели. О, здесь ПЕ вообще 0,71, но это, видимо, опечатка, не бывает таких цифр, мне кажется. Так, что тут по рентабельности? Ну, так себе рентабельность. Средняя дивдоходность за 5 лет тут вообще нулевая. Какая противоречивая информация, обратите внимание. 20-й год по выручке с прибылью было неплохо, но чуть похуже. 19-го по денежным средствам тоже просадочка. Ну и вот дивиденды. Смотрите, 19-й год 18,12% дивдоходность. В 20-м году 4,28%. И в этом году уже вроде как намечена отсечка на 11-е число. Сумма рубль 17 копеек. Всего лишь чуть более 1%. Но зажали они дивиденды. Ну, единственное, если, может быть, заплатят еще что-то. Ну, вот судя по предыдущим выплатам, в отличие от других металлургов, платят раз в год. Но это, друзья, так себе дивиденды. Это куром насмех. Ну, странная бумага. С одной стороны, дешевая. С другой стороны, как-то на фоне всех этих сверхприбыли металлургов, она как-то, не сказать, что прям уж растет. В общем, я бы, если честно, очень сильно подумал покупать или не покупать. Особенно на фоне всех этих заявлений с нахлобучиванием и прочим. Давайте смотреть, что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. Здесь 828 тысяч. Сегодня небольшой плюсик. Ну, и вот информация по счету. Смотрите, финансовый результат за неделю плюс 1.58, плюс 13 тысяч за месяц. Российские именно бумаги дали мне плюс 3.6, плюс 24.600. Ну, получается, что минус 10 это убыток по трем остальным портфелям. Вот на выходе плюс 14 получилось. Вот так, друзья, бывает диверсификация. Видите, немножко прибыль российских бумаг подсократила. Но, с другой стороны, будет определенное время, когда начнет расти доллар, начнет расти Америка. Ну, и тогда, вероятно, обратная картина, когда Россия притормозит, а Америка, наоборот, будет в плюсе. За три месяца плюс 7.9, плюс 50 годовая доходность, плюс 200 где-то тысяч, плюс 35 процентов. Ну, и что у нас получается по портфелю? Лучшая сегодня бумага это китайская ETF, плюс 2.22. Она, кстати, неплохо в последнее время торгуется. И из ужасного минуса скоро может выбраться с такими темпами. Русал плюс 1.62 и в тройке лидеров пик плюс 1.5 процента. Ну, и аутсайдеры сегодня. Это АФК-система. Норникель минус 2.66 и Северсталь минус 3.9. Вот я вам покажу, чтобы не быть голословным. Вот, пожалуйста. Это гэп по норникелю. Видите, отсечка 28 мая минус 3.76. То есть падение даже меньше дивидендов. И Северсталь. Здесь у нас дивиденды ожидаются 2.06 процента. Тоже отсечка 28 мая. И здесь у нас падение посильнее. Минус 3.89. Но это вот как раз информация про Белоусов. По всему портфелю в лидерах роста по-прежнему АФК-система. Плюс 112 процентов. На втором месте Яндекс плюс 62. И на третьем месте Детский мир плюс 54. Также хочу обратить ваше внимание на то, что я покупал недавно. Пик после покупки дает мне плюс 7.31. Очень хороший рост. НЛМК минус 3.82. Северсталь минус 5.71. Металлурги ушли в минус. А вот особо стоит выделить Тинькофф. По нему плюс 21 процент. Но это вообще, конечно, круто. Тинькофф я взял в очень удачное время. Американский портфель СИИС показывать смысла нет. Там сегодня торговли нет. Биржа СПБ отдыхает. Что касается фонда у портфеля, здесь сегодня нулевой такой результат. Всего в нем 200 тысяч 333 рубля. В криптокошельке на Бинанс 2.5 тысячи. И вот, пожалуйста, за 30 дней гигантский убыток минус 26.42 процента. Но основные денежки я отсюда вытащил, как вы знаете. Но, конечно, криптовалюты в последнее время разочаровывают. Ну что, друзья, если режимировать, май был неплох, но хочется больше. И я очень большие надежды возлагаю на июнь. Мне кажется, он должен быть поинтереснее и повыгоднее для нас с вами. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если вас это все интересует. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего вечера. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok